Извините, мы наконец-то приехали в Шиво-Доджо. Мы давно мечтали провести учидэши. И мы очень благодарны, что вы приняли нас в этом зале и провели очень хорошие тренировки. Наши студенты в России часто интересуются, как вы достигли такого мастерства. Вы, в столь реклоном возрасте, продолжаете заниматься Айкидо. Мы бы хотели задать первый вопрос. Как долго вы занимались у О-сенсея? Сенсея, сколько вы занимались с О-сенсеей? Я пришел в качестве ученика к Морихею Уйосиба, к Сенсею, в июне 1949 года. И постигал Айкидо под его руководством до самой его смерти. В апреле 1969 года, таким образом, мне выпала честь учиться у основателя. Практически 20 лет. Но непосредственно с О-сенсеем я практиковал в течение 10 лет. Когда я начинал, было не так много учеников. Поэтому мы тренировались и перенимали технику непосредственно у О-сенсея. Тренировки проходили совсем не так, как сейчас. Нам ничего не объясняли. Поэтому мы старались смотреть во все глаза, чтобы ничего не упустить. В наше время, когда все подробно объясняется, лишь немногие стараются так смотреть за выполнением техники и подмечать все подробности. А в прошлом говорили, техники не учат, ее можно только украсть. Я пришел в Айкидо в 12-летнем возрасте. И до этого у меня не было опыта в практике других боевых искусств. Со временем, когда я постигал все новые и новые премудрости Айкидо, возникла необходимость и желание узнать другие боевые искусства. Для того, чтобы сравнить их, так я изучал дзюдо, карате, сумо, кендо и айдо, ну и другие. Но сколько бы я не практиковал другие боевые искусства, я все больше и больше убеждался, что Айкидо — это искусство для меня, моего характера, телосложения и духа. И хотя я практикую Айкидо вот уже 60 лет, я убежден, что именно Айкидо — это искусство для меня. В фестивалях и вот сейчас на демонстрациях в Токио мы видели много мастеров. У них различная техника. Что бы вы посоветовали? Нужно ли заниматься только у одного мастера или у различных мастеров? В全日本 МВ-тайкале иронное技巧, иронное сенсей, иронное сенсей, иронное сенсей. Сенсей — один только, когда вы習ли, как иронное сенсей, иронное сенсей, иронное сенсей? Наблюдая демонстрацию всего Айкидо Японии, можно совершенно запутаться в разнообразии техник и стилей. Но по моим ощущениям, базирующимся на перенятом от основателя за 20 лет, могу сказать, что та же самая техника меняется с годами. Она менялась и меняется как у осенсея, так и его последователей. Но самое важное, что можно увидеть на демонстрации, это то, что очень много высоких учителей или не изучали основы Айкидо, или отошли от них, или в корне не понимают суть этого боевого искусства. Поэтому существует серьезная опасность для Айкидо в настоящем и будущем. Отвечая на вопрос об отсутствии соревнований в Айкидо, основатель сказал, ежедневные тренировки — это и есть самые серьезные победы и поражения. Поэтому соревнования и тому подобное не требуется. Невозможно соревноваться в том, в чем нет ограничений. А единственное ограничение в Айкидо, как и в Будо, и даже в спорте — это основа, база. Без базовых принципов невозможно постичь ничего, невозможно двигаться дальше. Поэтому только тот, кто возвращается к истокам, к началу, может постичь Айкидо, может его понять и изучить. И самое главное в этом — это наличие хорошего учителя, который строго относится к изучению основ. И нет ничего лучшего, чем перенимать опыт только от этого учителя. В Японии есть поговорка. Даже если придется потратить три года на поиски хорошего учителя, надо пройти этот путь. В России не секрет, что в России начали заниматься Айкидо под влиянием фильмов «Нико» с участием Стивена Сидела. И бурное развитие Айкидо в России именно началось с начала 90-х годов. Изайма-сэцэй, мы знаем, что вы тренировали Стивена Сидела. Он был хорошим учеником? Да. Да, мне довелось быть его учителем, когда он был еще молод. И не был кинозвездой. Я чувствовал, что этот американец больше японец, чем многие из моих соотечественников. Даже внешне, если они придерживаются всех национальных обычаях. Сейчас он мировая звезда. Он далеко, и, к сожалению, не могу сказать, остался он таким же, как и был. Сохранил ли те же обычаи? Осталось ли при нем его рвение в изучении Айкидо? И очень хочу пожелать ему. Стивен, не забывай, с чего ты начал. Не забывай свое первое изумление, когда ты прикоснулся к великому искусству Ост-Сэя. Продолжай быть учеником, которым ты был. Я думаю, он понимает, о чем я говорю. А значит, может стать еще большей звездой, как по имени, так и в действительности. Ваши техники и демонстрации всегда были яркими и мощными. Как достичь таких результатов? Порекомендуйте, пожалуйста, и займитесь. Может быть, есть какие-то особенные практики для достижения таких результатов? Сенсор, М-5-каиはいつも素晴らしいし, 力も強いですけど, 特別な準備とか, кейкоしますか, М-5-таме? Очень польщен похвалой за мои показательные выступления. В них, конечно, есть свои «за» и «против». Самый ключевой момент — это не обманывать самого себя. Я показываю то, на что в данный момент способен. Я не готовлюсь как-то особенно к показательным выступлениям. Вместо этого я убеждаюсь в том, что кто-то принимает на себя роль У-Ке, готов к выступлению, исходя из его уровня подготовки, достигнутой на тренировках. Эту роль У-Ке должен уметь выполнить на отлично, как в духовном, так и в эмоциональном плане. А следовательно, должен быть готов к любому броску или приему. Эти правила установил О-Сэнсэй. И когда мы удостаивались чести быть его оппонентом, то все показанные приемы не были отработаны заранее, а делались с листа. У-Ке должен был быть готов мгновенно понять, ощутить намерение О-Сэнсэя, слиться с ним, иначе он бы не был и не мог называться У-Ке, а также не был бы выполнен основоплагающий принцип Айкидо, Ава-Сэ, объединение. Когда я был выбран О-Томо, О-Сэнсэя, то должен был быть готов к демонстрации техники в любой момент его бесед, с посетителями или его гостями. То есть он прививал нам готовность продемонстрировать свое Будо в любое время и в любом, даже очень ограниченном пространстве. Глядя на мои показательные выступления, может возникнуть ощущение, что я очень груб и не жалею своих учеников. Для тех, кто не понимает техники Айкидо, это и выглядит именно так. Но в этой грубости и заложена основа того, что У-Ке всегда мог легко выполнить свою роль. Готовясь к сложным и жестким техникам, мы приучаемся к тому, чтобы в нужный момент сохранить свое здоровье, а может быть и жизнь, а также здоровье и жизнь окружающих в случае нападения. Многие пытаются имитировать такие же жесткие выступления, но, к сожалению, это приносит вред и травмы, так как они совсем не думают о своем оппоненте, а просто стараются покрасивее и пожестче бросить. Это очень опасно, потому что Айкидо – смертельное боевое искусство. С его помощью очень легко травмировать соперника или даже убить, и совсем нелегко выполнить технику и при этом не навредить. Это гораздо труднее и гораздо важнее, но именно этому нас обучал на ежедневных тренировках О-Сенсей. И именно это основа Айкидо. Не навреди. Именно эту цель мы и преследуем. Самое важное – основа Айкидо и постоянные усиленные тренировки. Спасибо большое за хорошую беседу и за ваши тренировки. Спасибо большое за вашу беседу и за ваши тренировки. Спасибо. Спасибо. Спасибо за просмотр!